Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Я сегодня покажу вам сумочки, которые я сшила. Ну и начать я хочу с повтора. То есть я вам покажу первую сумочку. Это заказ от одной девочки на три сумки. Это была первая сумочка. И плюс к этой сумочке был еще клатч. То есть клатч идет как подарок к сумочкам. Ну, я не буду показывать клатч. Вы его все видели. Я хочу остановиться еще раз на вот этой сумочке. В этой сумке я вам рассказывала, что я простегала подкладку сама. Но как я ее простегала? Я взяла уже стегную подкладку того цвета, который мне не подходил. То есть это готовая подкладка. Я просто положила поверх этой подкладки ткань, которая мне понравилась. Нарисовала ромбы. То есть разлиновала так, как мне хочется иметь рисунок стежки. И прострочила по этим линиям. Девочки, теперь хочу остановиться еще на том, что... Ну, вот я раньше делала, например, стежку стегала как? Например, первая линия иду туда, вторая линия иду обратно. Опять туда-обратно. Как выяснилось, мне написала одна девочка-мастерица, что это неправильно. Стегать надо. То есть делать линии всегда в одном направлении. Например, сначала мы идем вот так все линии. То есть заканчиваем, обрезаем нить, идем опять сверху вниз, например. И затем в другом направлении. Поэтому в этом случае я попробовала сделать так. Получилось просто замечательно. То есть ткань нигде не сборила. Отлично. Итак, это подкладка, сделанная на готовой подкладке. Это я ответила на один из вопросов, которые задали по поводу моей подкладки, как я ее стегала. Значит, девочки, был еще один вопрос. Что значит французская подкладка? Французская подкладка, это я ее так называю, потому что эту подкладку я покупаю во Франции. Вернее, покупала. Я вам сейчас покажу французскую подкладку. То есть здесь, в Германии, я такой не видела. То есть вот такая вот французская подкладка. По названию страны, в которой я купила, девочки. Ничего другого. Обычная подкладка. Подкладочная ткань, стеганая. Вот, посмотрите, пожалуйста. Поэтому это еще один ответ на вопрос. Что это значит? То есть, ну, подкладка, она и есть подкладка. Хотя есть, я вам уже говорила, такие ткани, у которых нет как бы обратной стороны. То есть идет первая сторона, затем идет синтепон и идет сетка. То есть нет обратной ткани. Обычно это не подкладочная ткань, а ткань для изготовления одежды. То есть там курток, пальто, стеганых и так далее. Но я эту ткань использую так же, как подкладочную. Так, теперь, девочки, хочу остановиться еще на том, что... Нет, давайте, наверное, покажу следующую сумочку. Так как ответ на вопрос будет как раз вот к этой сумочке. Это вторая сумочка, сшитая на заказ по просьбе девочки. Она хотела платочек испанский. Это павлово-пасадский платок шерстяной в сочетании с синим бархатом. Вот я его сделала. Подкладку я вам только что показала. Французская тоже специально на заказ. То есть у меня оставались небольшие кусочки. Вот этой больше у меня нет. Это был самый-самый последний маленький кусочек, которого вот хватило как раз на одну сумочку. У меня остался еще небольшой кусок точно такой же подкладки, но на черном поле. Здесь поле бежевое. Это моя самая любимая французская подкладка, то есть подкладка, купленная во Франции. Она выглядит, девочки, как акварельный рисунок. Очень красивая. Как обычно, два кармана. Карманы я сделала из вот такого бежевого велюра. Отделка синяя косая бейка. Как всегда, карман разделен на две части. И бежевое хлопковое кружево здесь. Теперь по поводу фермуара. Вот на этом фермуаре я планировала заменить ручки на синие. То есть я краила. Вот у меня синего цвета ручка, да? Значит, девочки, в чем была проблема? Первые ручки я сшила. Сшила я по мастер-классу Любови Комиссаровой. Сейчас вверху появится ссылочка на это видео. Кому интересно, переходите и смотрите. Я особо много рассказывать не буду. Кроится форма ручки. Смысл какой? Вот здесь идет типа песочных часов окончания. Вот этот кончик песочные часы загибается под гиб, как бы, нашей кожи. Он затем, этот хвостик, вставляется сюда. Сейчас я вам покажу примерно смысл. Вот таким образом он вставляется. Разумеется, ручка здесь сшивается. То есть она будет круглая. И вот этот хвостик потом заправляется вовнутрь. Я вам покажу сейчас примерно. Это будет выглядеть вот так. И дальше пошла ручка, сшитая вместе, куда вставляется шнурочек. Еще раз попытаюсь вот так. Вот. Я внимательно посмотрела видео Любы. У нее вот здесь затем кладется шов поперек, повыше. Да, чтобы соединить вот эту петлю, как бы, прижать. Так вот, девочки, у меня получалось так, что я на своей машине, ну, никак не подлезу. Из-за того, что фермуары согнуты. То есть вот эти вот шлепочки, не шлепочки, а как петли, да, они загнутые. То есть я не так не могу положить прямо. Не так не могу положить прямо, потому что здесь мешает поцелуйчик. Так, я решила сделать это вручную. Ну, девочки, ну, конечно, я запорола. Затем я раскроила вторые ручки. Вот, это одна из вторых ручек. Начала шить. И посмотрите, пожалуйста, у меня с одной стороны пошел как-то мелкий шов. В общем, я там что только не делала, машина начала петлять и запорола мне полностью ручку. Поэтому я бросила эту затею. В общем, я еще тот ручкоделатель. Поэтому я извинилась перед девочкой и сказала, что извините, синих ручек не будет. Будут черные. То есть я оставила такие же. У меня была мысль еще сделать синие и бархатные. Но у меня нет столько бархата. То есть я тоже израсходовала последние кусочки вот на изготовлении сумочки. То есть там остались совсем маленькие. На ручке не хватает. Поэтому ручки остались черные. Девочки, а тем, кто спрашивал, как шьются ручки, еще раз напомню, переходите по ссылочке, которая появлялась сверху в правом углу на видео Любови Комиссаровой. И вы можете посмотреть, как она делает ручки. То есть Люба специалист. Она профи. Она делает такие сумочки. Это загляденье. Так, ну и третья сумочка, девочки. Это сумка с вышивкой. Кто помнит видео о наследстве, то есть от мамы нашего друга я получила много подарков в виде машин, ниток, тканей и так далее. И среди них были вышивки. Вот одна из этих вышивок. То есть это был рисунок трапеции. Довольно-таки высокий. Я сделала настолько высоко, насколько возможно этот рисунок, чтобы выглядело более-менее гармонично. Ну, рисунок был очень высокий. То есть, ну, если сумку шить и включать полностью, вот этот вот рисунок центральной вышивки, это получалось бы, ну, вот такая, наверное. Вот такой бы чемодан получился. Поэтому мы решили сверху вот такой вот рисунок вышивки обрезать, потому что здесь был еще большой кусок белого поля, и потом шел рисунок. И здесь у нас получается как бы фермуар заканчивает рисунок. То есть по сравнению с белым полем фермуар более темный, бронзовый. Я думаю, что смотрится неплохо. Ну, а внизу мы оставили поле. Ну, на камере я вижу, что цвет передается неверно. Он прям розовый ядовитый. На самом деле цвет почти не отличается вот от этого. Вот боковой вставки цвет или с задней стороны передается более-менее верно, но все равно очень ярко. Я бы сказала, что этот цвет пепел розы. Вот так. Значит, у нас здесь дно, задняя стенка, боковые вставки из бархатного белюра, и впереди у нас вышивка. Так, внутри. Внутри французская подкладка. Я вам ее сейчас выверну и покажу. То есть это точно такая же подкладка, как в другой сумке, только на черном поле. Я попробую вам показать поближе красоту этой подкладки. Какая она красивая. То есть здесь вот акварельный рисунок. Такие размытые цвета. Очень красивая она. Подкладка сделана тоже по просьбе девочки, потому что девочке очень нравится, когда открываешь сумку, а там взрыв красок. То есть, ну, мы похожи. Я люблю тоже такие яркие подкладки. В этой сумочке я сделала немножко по-другому карманы. То есть я разделила большой карман на три части. Средний более-менее так крупный. Вот здесь два поменьше с обеих сторон. И вот здесь совсем малюсенький. Вот. Можно мелкие денежки ложить, копеечки. Удобно. Так, во всех сумочках в дне вшит картон, обшитый тканью. То есть я вам уже рассказывала, что либо картон, либо пластик, либо кто что хочет, но что-то жесткое должно быть, что держит форму нашего дна. Девочки, в том случае, если, ну, вы решили, например, наложить в сумку, ну, кирпичей, наверное, да, может быть такое, что для дна все-таки нагрузка будет большая. В этом случае можно вырезать еще картонку такого же размера, как ваше дно. Можно чуть-чуть поменьше, потому что из внутренней стороны у нас, внутри сумки, в любом случае за счет подкладки и так далее, вот это дно чуть-чуть меньше. Ну, примерно такую же картонку вырезаете или дощечку, фанерку, там, пластик, я не знаю что. И можно дополнительно вложить еще в сумку. Вы можете это обшить красивой тканью, там, или обтянуть, или обклеить, обклеить кружевами еще по кругу. Это не обязательно должна быть вставка такого же цвета, как подкладка в вашей сумке. Вы можете сделать просто, например, там, черную, розовую, синюю, зеленую, универсальную, сделать это как-то красиво, там, с кружевами и так далее. И если у вас, например, сумки почти одного размера, ну, например, у меня вот, можно сказать, вот видите, саквояж и вот эта сумочка, они почти одного размера. То есть можно использовать одну картонку для обеих сумок. Ну, хотя в сумках в обеих дно есть, но это для тех, кто любит носить в сумках очень много. То есть не просто считать по объему, а по весу. Поэтому, конечно, может быть такое, если вы положите, особенно в центральную часть какой-то кирпич, он потянет ваше дно вниз. И вот давайте я вам на обратной стороне покажу. То есть у нас сумка имеет волюмен, то есть она округлая. И за счет того, что у нас есть вот эти закругления, то есть мы знаем, что дно у нас пришито только по прямой линии. То есть вот на этих углах у нас нет нагрузки. Если вы просто будете что-то ложить, дно так и останется. Но если вы положите что-то очень-очень тяжелое в сумку, примерно в середину, например, да, как это будет выглядеть? Давайте я вам сильно потяну за дно. Вот видите, сумка становится более плоской в середине, да, так как я потянула за дно. Это за счет того, что у нас на закруглениях нет усиливающего картона. То есть он здесь нам не нужен. Мы не можем его пришить, иначе у нас сумку поведет. То есть в таком случае, если вы предполагаете носить тут килограмм по 10, то вам, конечно, нужно вложить еще одну картонку внутрь. Ну, я так не ношу, поэтому мне, в принципе, это не нужно. У меня есть даже сумки без картона, в которых вшит шабрак. Девочки, не пугайтесь, что такое шабрак. Можно и не шабрак вшивать. Можно взять просто даже вот толстый войлок, кусок войлока пришить. То есть жесткость он нам дает, форму держит, но, конечно, туда нельзя по 10 килограмм в сумку набивать. То есть вы все понимаете, что вот эти сумочки у нас, они как бы, ну, не просто там на работу ходить, там, положил банку салата, там, бутылку воды и так далее. То есть это сумочки такие, на выход себя показать, сумочки показать, людей посмотреть и так далее. В них, конечно, можно носить. Носить можно много даже. Но, конечно, желательно не по 10 килограмм и не кирпичи. Где-то есть одно видео. Я экспериментировала как раз с одним из акваяжей по поводу дна. Я туда складывала, по-моему, книги, если я не ошибаюсь. И говорила, сколько это весит, сколько выдерживает вот это обыкновенное дно. Так что, кому интересно, зайдите в видео в плейлисте сумки, мастер-классы и показы. Поищите там. Видео так и называется. Эксперименты с акваяжем. Найдете, посмотрите. Девочки, по поводу видео о пришивании фермуара. Как я его пришиваю? Я не забыла, я помню. Видео выйдет следующим. Просто мне нужно было сейчас срочно снять видео, показать вам сумочки, потому что завтра я их уже отправлю. Иначе вы их не увидели бы. Поэтому сегодня еще раз демонстрирую все сумочки. Давайте по одной, чтобы они уместились в экран. Вот такие красавицы. Такой. Такая сумочка. Следующая сумочка с платком испанский. Это Павлово-Пасадский платок, напомню. И синий бархат. Дно здесь тоже бархатное. Для тех, кто сейчас спросит, почему нет ножек. Да потому, девочки, что девочка не захотела ножки. Мне тоже ножки не нравятся. Так, ну и подарок ко всем этим трем сумочкам. Вот такой клач. Давайте покажу его еще раз. Если кто-то не видел, здесь просто красный. Там внутри карман. То есть, как бы разделение на две части. Есть цепочка. Этот клач можно носить на плече. Либо можно носить в руках. Ну вот, девочки, показала вам сумки, которые я сшила. Это три сумочки плюс клач. И в следующем видео я вам покажу, но уже на другой сумочке, которая у меня сейчас в работе, как я пришиваю фермуар. Сумка готовая, ждет только пришивание фермуара. Это будет следующее видео. А сегодня, девочки, в заключении я вам хочу показать только два отреза ткани, которые я купила для пошива сумок. Я их купила в Сарблюкне, в своем магазине, где я все покупаю для пошива сумок. Включая поролон, я купила вот такие вот обалденные ткани. Видите, какой рисунок. Это напоминает ткань, которую я покупала на голландском базаре. Это такой велюр или бархат. Нет, это велюр, скорее всего. С таким очень красивым рисунком. Обалденный. Сейчас у нас в Сарблюкне появились эти ткани. Рисунок, конечно, не совсем такой, как я покупала, но качество такое и рисунок мне тоже очень понравился. Ткань шириной полтора метра и цена 15 евро за погонный метр. Я купила черного цвета и еще есть вот такой вариант. Это такой бежево-розоватый. Очень красивый тоже. Это тот же самый рисунок, ткань, только другого цвета поле. Ну, очень красиво. Вот посмотрите, здесь и гранаты, тут и бабочки, и цветочки. Вообще красота невероятная. Очень красивая. Я купила два куска по 50 сантиметров. То есть это как бы один погонный метр в итоге вышел. Полметра того, полметра того. О, значит, за два кусочка я отдала 15 евро. Вот из этих тканей я буду шить тоже сумочки. Ну и когда они будут готовы, я вам их покажу. Ну вот, дорогие мои, показала вам сумочки, показала вам ткани, которые я купила, ответила на пару вопросов. Все остальные вопросы, которые будут задаваться, я их, конечно, просмотрю и постараюсь ответить на них в следующем видео. Почему? Девочки, комментарии с ответами не все читают. И то есть задаются постоянно одни и те же вопросы. А в видео, может быть, да услышат. Поэтому мне, конечно, удобнее отвечать на такие вопросы по поводу пошива сумочек в видео, чтобы до большего количества людей донести эту информацию. Поэтому кому что интересно, задавайте вопросы. Если я вам не отвечу письменно, то есть я не всегда имею время на это, я отвечу на ваши вопросы в следующем видео. Поэтому пишите, пожалуйста, я буду читать и отвечать. Ну а сейчас я прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Заходите, пожалуйста, на следующее. Буду ждать. Ставьте лайки, дислайки, кому что нравится. На это вы имеете полное, полное право. Ну а меня просто радует то, что вы заходите на мой канал и смотрите мои видео. Большое вам всем за это спасибо. Ну а сейчас всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok